Хочу еще сделать одно отступление. Если я какой-то парфюм обругаю, а вам он вдруг нравится, ребята, не убежайтесь, у нас у всех разные вкусы. Мне кажется, для каждого парфюма нужен соответствующий образ. Я не могу его просто так надеть. Здравствуйте. Все детали моего макияжа будут в описании. Ну, я на это надеюсь, как минимум. Лайнер у меня сегодня белорусский, очень интересный, называется «Магический черный». Но он фиолетовый на самом деле. Ладно. Ребята, я понимаю, что вкусы на парфюм у всех абсолютно разные. Это достаточно индивидуальная вещь. Сегодня я вам покажу свою коллекцию. Если вдруг впервые, ну, здравствуйте. Я не парфюмерный блогер, я в этом особо не разбираюсь, и коллекция у меня небольшая. Скажу сразу, что я не принесла свои парфюмы от Лорис, потому что в России их тяжело достать. Можно, конечно, но сложно. И парфюмы от DP. У меня их два, и мне они просто не очень нравятся. Лорис и DP я беру в Манавгате. Удивительно, что в Турции они раскрываются по одному, а в России вообще по-другому. Но я понимаю это потому, что... Ну, потому что жизнь такая. Все зависит не только от кожи, но и от погодных условий, например, да, от влажности. Даже много чего зависит. Воздуха. Я не знаю, какая у меня кожа теплая, холодная, как это определить. Но подтон у меня оливковый. Однако по парфюму реально не знаю. Некоторые вещи на мне раскрываются не очень хорошо. Я сегодня вам покажу, да, немножко расскажу, но не берите, пожалуйста, меня как эксперта. Не берите меня как эксперта, но не принимайте мои слова за экспертное мнение какое-то. У меня немного парфюмов. Какую-то часть парфюмов я взяла в Литуаль. Один вот есть из Дьюти Фри, некоторые с Рандеву. И да, давайте начинать. Кстати, в самом конце я вам покажу топ своих парфюмов, за которые я получала больше всего комплиментов. Ну и просто те, что мне больше всего нравятся. Я не знаю, с чего начать. Начну вот с этого странного Тома Форда. Это через Мок. Почему странный? Потому что у меня такое ощущение, что это Паль. Хотя у меня здесь написано А23. Вот это вот. Не видно вам, наверное. Мне это подарили. Я нигде не купила. Не знаю, где люди взяли эту вещь. Но что-то у меня подозрение, что это не оригинал. Ой, через Мок. Вот знаете, очень приятный парфюм. Я еще постараюсь пирамиды прикреплять. Классическая вишня. У меня есть в Лорисе. И был какой-то аналог вот этой вишни от Тома Форда. Она на мне раскрывается, как бабкин компот. Я вам отвечаю. Красивее всего эту вишню я слышала только на свете. Это моя сестра. На маме тоже красиво звучит. Но на свете прям очень красиво. А на мне я как надену его. Все. Я бабкин компот выпила вишневый. И хожу воняю вишней. Да, серьезно. Мне еще не нравится то, что... Ну, руки в боки сразу, когда что-то не нравится. Когда я езжу в отпуск, я от всех слышу свою самую нелюбимую кирки. Она у меня была в полном размере. Я брала ее в Ревгоше года два назад. В 21-м. В конце 21-го года вроде бы. Она мне так понравилась. А потом что-то я надела. И я стала вонять бинтами и йодом. Кто-то говорит, бакарат руш, да, так раскрывается. Но для меня кирки пахнет вообще отвратительно. Я полноразмер свой момент дала. Не стала продавать, потому что у меня чека не было. Ну, как бы, да. Не очень хорошо без чека продавать. Ну, и мама киркой тоже не пользуется. Так она и простаивает у нас. Я люблю ароматы такие тяжеленькие. А к чему я вообще шла? Мне не нравится то, что у всех практически или кирка, или томфорт вишня. Я от них задыхаюсь. Поэтому я стараюсь брать что-то такое. Что-то необычное. Хотя вот недавно взяла вот эту вещь. Это дольчик габбана. Я долго думала взять полноразмер или нет. Но у меня 30 мл. Это что у нас? С Дивоушен. Наслышана про него от Аксиньи. У нее, по-моему, 100 мл. Она его так красиво описывала, что я не удержалась. Но перед тем, как брать 30 мл, я взяла себе на рандеву мини вот этот пробничек, которым полтора мл. Послушала его. Мне вроде понравилось. Но Аксинья, ну, я тоже блогер, ребят, не реклама. Пожалуйста, не подумайте неправильно. Она описывала его как что-то невероятное, как такая красивая. По-моему, ваниль. Не хочу слова перевирать. Но, в общем, у нее слышала про то, что это новый вот аромат. Дольче Кобана самый новый. Он, типа, хороший класс. Но я понимаю, что ароматы, они очень индивидуальны. У меня губюхи засохли, поэтому я тут в маске сижу. Sorry, not sorry. К чему я опять иду? Я сбилась. Ребята, эта вещь нормальная. Так-то, да? Неплохой парфюм. Но на мне это очень гурманский. А где, кстати, у меня какой-то гурманский парфюм был от этого? От Эль Сааб. Я его не приволокла. Сейчас найду, принесу, если найду. Пахнет булкой, а в остатке в ваниль. Я ваниль терпеть ненавижу, но более-менее адекватно можно его носить. Я бы его, наверное, не могла так активно советовать, потому что, ну, мне не нравится, да? Я его допользую, но второй раз я однозначно не куплю. Эту я взяла штуку в Литуаль, потому что мимо шла, подумала, ну, ладно, возьму, что делать-то. Не хотелось мне ждать доставки. Буквально за два дня до покупки Devotion я взяла вот эту вот вещь, потому что я не могла выбрать, что взять, Devotion или Dolce & Gabbana Q. Очень красивая упаковка, конечно, все шикарно. У меня был пробник, мне дали в подарок, где, говорю, Гоша, что ли? Я его надела, и мне показалось, что он звучит немножко, ну, не по мне. Однако в Литуаль, где я была, не было пробника. На эту не было, и на ту не было, или на эту был, но на Devotion точно не было. Мне его рекомендовали как вишневый. Ребят, я вишни вообще не слышу, хотя на моей подружайке раскрывается вишней такой красивой, классической вишней. Не кислой, и не вот этой, как... И не вишня с дымком, так сказать, как у Тома Форда. Я отвечаю, у меня подделка, блин. Вот этот не мое абсолютно. Я даже не могу сообразить, чем он пахнет. Фу, в крышечке хорошо приятно. Ребята, перед покупкой любого парфюма разнашивайте его, пожалуйста, не как я. Купила, блин, вот эту Q, короче, приношу домой, надеваю и понимаю, что на мне он раскрылся как древний советский какой-то парфюм. Хочу еще сделать одно отступление. Если я какой-то парфюм обругаю, а вам он вдруг нравится, ребята, не убежайтесь, у нас у всех разные вкусы. На мне он таким душным раскрывается, и вообще не мой парфюм, однозначно вот этот Q. Но на моей подружайке раскрылись белые цветы и жасмин. Я вообще понять не могу, почему на мне какая-то вот старость такая, затхлый цветок вялый получается. Без понятия почему. Но он на ней вообще по-другому раскрылся. Хотя у нас произошел небольшой спор, что на мне тоже красиво звучит. Но, ребята, я слышу отвратительные ароматы. Раз уж в Dolce & Gabbana берут Dolce & Gabbana. Это у меня The Only One. Я брала очень давно, в 20-м году. Нет, удивительно, не в 2, бля. Вроде в 20-м году я его взяла на Spell Smell, потому что я там брала парфюм для своего друга. Но я подумала, Павлу возьму. Это была лимитка Calvin Klein One Shock Street Edition. Тот парфюм был только там, и я решила, чтобы бесплатную доставку, по-моему, добить, взять еще вот эту вещь. Но это у меня типа тестер. Вроде оригинал, ребят. Брала в 20-м. Почти не пользовалась. Почему? Потому что мой бывший мужчина, он задыхался на этот парфюм. Кашлял. Но это просто что-то невероятное. Вот я воняю вот этим. Dolce & Gabbana The Only One. Если вы хотите узнать, чем пахнет Марина Сергеевна, не говной, а вот этим парфюмом. Мне он очень-очень нравится. И я бы, наверное, даже купила второй раз. Но если выбирать из тех, которые будут на первых местах, то, конечно, я те выберу. Но если выбора не будет, то возьму этот, потому что он приятный. Так как он мне нравится, я недавно сделала заказ на рандеву и взяла вот этот вот The Only One The Second. Ну, второй типа. Как бы то же самое, да, только цифра 2. Взяла без затеста. Понятное дело, это Орик. И тоже, кстати, тестер. Я вот этот покупала как тестер и этот. Но он пришел в коробочке с крышечкой. Этот пришел, по-моему, без коробушки. Плохо помню, ребят. Дело было 3 года назад. Этот отличается... Вообще пахнет абсолютно не тем, что предыдущий. Он у меня уже отстоялся, кстати. Наверное, с неделю назад посылка пришла. Вот что-то похожее есть, но в нем как будто добавлена свежая нота. Я смотрела на фрагрантики. Типа, чем отличается второй от первого? И, ребят, ну, почти не отличается. Почти не отличается, но мне больше нравится первый все-таки, чем вот этот. Но пользоваться буду. Очень красиво, кстати, эти два парфюма раскрываются именно зимой. Хотя Дольче Габбану я и летом носила. Ну, вот эту конкретно летом. Она на мне тоже красиво звучит. Но ни разу не брала в другой климат ее. А что я брала в другой климат? Сейчас скажу. Подождите, дойдем. Я уже не могу так, хочу вам показать. Что-то у меня много Дольче Габбана. Ребят, все парфюмы, можно сказать, Дольче Габбана. Это что такое? Это императрица. Я пользовалась ей очень активно в 15-м и в 16-м году. У меня в 15-м было 50, это, по-моему, 30. Мне тоже 50, представляете? Это 30, да, это 50. Короче, мне ее подарила Наташа 42. Спасибо ей за это огромное. Императрицей я пользовалась, ну, получается, в 19 лет, в 20. Мне она очень нравилась. Моя одногруппница, оказывается, тоже его использовала. Я не знала, мне мама с Норвегии привезла. Я такая, о, вау. Императрица. Очень нравилась. У меня было 50 миллилитров, потом появился 100. Но в чем его проблема? В те годы все им пользовались, если я правильно помню. Он такой арбузовый, не свежий. Просто для меня свежесть, это прям что-то типа кензо, кенза. Вот у них ароматы очень свежие. Этот такой сладкий-сладкий, но не гурманский. То есть не булка какая-то или сладость, как, например, вот в этом Дольче Габани, да, здесь другое. Он мне очень нравится. Однако его тоже много кто носил. Из-за этого у меня такой небольшой минус к нему. И он не стойкий. Ребята, он вообще не стойкий. Буквально час и все, его нет. У меня тут немножко использовано, потому что я берегу. Ну, знаете, я такая дама бережливая. И потому что он вообще не стойкий, его надо с чем-то миксовать. А с чем миксовать, я не знаю, потому что я боюсь, намиксую себе какую-нибудь хрень. По мини-версиям я взяла Лалик. Почему взяла, скажу, ближе к концу. Тоже на рандеву маленькая штучка такая. Ребята, смысл тянуть, сейчас скажу, почему взяла. Это у меня Лалик Леп Парфюм. Или Лалик Ю, кто, как называет, я не знаю. Хвала вселенной, что я не взяла полноразмер. Я насмотрелась отзывов, ну, читала, я же перед покупкой читаю отзывы. Особенно на Парфюм, потому что об этом не разбираюсь. И много кто писал, что он очень похож на Армании. Я не осуждаю этих людей, у нас у всех нос разный. На Армании вообще, блядь, не похож на мой любимый Армании Мания. Вообще, ребят, рядом не стоял. Ну-ка, давайте послушаю его. Мне он абсолютно не понравился. Ну, может, он отстоялся? Отстоялся. Аромат другой. До этого у него вообще другой аромат был. Слушайте, ну, что-то есть. Он такой сладко-терпкий. Не умею я Парфюма описывать. Но это ни разу не Армании Мания, блядь. Ладно, есть что-то похожее. Может быть, розовый перец. Потому что я розовые перцы обожаю, да. Что-то в нем не то. Вообще не Армании Мания. Ну, ладно, соглашусь, похож. Полноразмер не купила бы. Хотя, если я разношу эту штуку, то полноразмер обязательно возьму. Здесь что у меня? Это Ариана Гранде Свит Лайк Кенди. Это тоже кринж. Почему я его взяла? Ну, вы видели, я вам показывала, блядь, Дольче Кабано. А тут на тебе, Ариана Гранде Свит Лайк Кенди. Я захотела вспомнить 2015 год. Даже нет, наверное, 16-й. Мы с мамой ездили в отпуск, познакомились с немецкой женщиной. И она ей подарила Ариану Гранде вот эту Свит Лайк Кенди. Почти новую, полную. Мама мне его отдала, потому что ей он не понравился. Он очень сладкий. Я смотрю, вот эта упаковка смешная, какой-то помпончик. Думаю, ну, ладно, пользоваться буду. Тем более, что я тогда отходила от культуры Гяру, Химе. Но давайте не будем задевать этот период моей жизни, хорошо? Это все еще было в моей эстетике. Вот такое розовое что-то, миленькое такое. Я решила, ну-ка, я попользуюсь. Ребята, хоть он и выглядит тупо, но это очень вкусная вещь. Она еще и стойкая. Сейчас опять набрызгаюсь, лишь бы мигрени не было. Это просто невероятно. Это какая-то клубника, сахарная вата. На контрасте с Лалик, вот с этим, или как там его зовут? Ариана Гранде, это что-то... Какую-то радость она мне дает. Вот я тогда его полностью доиспользовала. Еще он очень похож на то, чем я пользовалась в 2007 году. Какой-то ноу-нейм парфюм был. Мама принесла откуда-то такой, знаете, роликовый. Роликовый парфюм, шариковый. Он на него очень похож. Так, а тот был с феромонами. Как же мне нравится. Вот я, да, ну, с таким макияжем такой парфюм можно надеть. А то, как я обычно крашусь, и такая вот эта клубничка, веселье. Мне такое нельзя надевать. Это будет немножечко противоестественно. Ну, не сходиться с моей внешностью. Я считаю, ну, блядь, какой классный парфюм. Босс. Я взяла его в дьюти-фри на огромных скидках. Вроде за 30 долларов, когда доллар был еще 60 рублей или 70. Очень дешево ухватило. Потому что у меня была мини-версия. Примерно на таких же размерах, только в баночке Босс. Там крышка была такая же. Мне он так понравился. У меня 50 миллилитров. Это Босс Баррелл. Босс Ботлет. Мужской парфюм, да. Но я ту мини-версию таскала с собой в сумке и постоянно пользовалась. Знаете, очень даже вкусный. Давайте послушаем его. А то я... Ой, вкусный, ой, невкусный. О май гад. Это свежесть древесины. Не знаю, как описать. Мне такие ассоциации с ним интересные. Ну, типичный мужской парфюм. Что сказать? Харус. Харус. Даже если пользуюсь. Ну, я бы и Пакарабан 1 миллион, знаете, пользовалась бы с радостью. Но он такой, как будто вот уверенный в себе человек. Неважно, какого пола. То есть, надеваете его. И я готова свернуть горы, которым пахнет этот аромат. Приятный, но я тут ощущаю какую-то хвою. Ну, может быть, это я опять переслушала свои парфюмы, свои вонючки. И в Сен-Лоран. Единственный парфюм у меня в коллекции, это Black Ops. Маленький, 30 миллилитров. Я его купила в 22-м году себе на день рождения. Он как раз тогда вышел, и я подумала, что классическая, извините за дым, классическая версия немножко для меня не то чтобы вечерняя. Тяжеленькая такая, тяжеловатая. И я подумала, куплю я зеленую, потому что очень красивая реклама была. Я повелась на рекламу. Не видела рекламу Дольче Габана, кстати. Надо будет посмотреть. А реклама в Сен-Лоран такая красивая была. Он там стоит, и там какой-то инжир на фоне. Мне очень понравилось, и я решила приобрести. Я уже затохлась минутку. Пока он тут раскрывается, работает, я бахну от Ринраж. Я, конечно, люблю тяжелые парфюмы, но этот летом меня душит. Ну, однозначно, потому что лето. Однако Дольче Габану летом могу носить спокойно. Я здесь не слышу инжир. Я здесь слышу классический об... Наверное, заблю ли это слово, потому что Ютуб не так поймет. Как до этого и сказала, брала в Ривгош. Пользуюсь им, но не так часто, потому что для него надо выглядеть. Мне кажется, для каждого парфюма нужен соответствующий образ. Я не могу его просто так надеть. То есть для меня это, когда надеваю пальтишко свое черное, сапоги какие-нибудь такие на каблучке на толстом, и вот такой парфюм. И пошла. Ох! Ну, такой он своеобразный. То есть не на каждый день. Хотя мне все равно, я могу надеть на себя что угодно. Но он тяжелый, и вот для меня совсем чуть-чуть полегче, чем оригинальный. Я не могла выбрать зеленый или розовый, или я выбирала этот или оригинальный. Я не услышала разницы. Но говорят, что в нем кофе есть, еще что-то есть. Но я ничего этого не слышу. Мы, наконец-то, добрались до топ-5. Я думаю, кто часто меня смотрит, уже поняли, что здесь. Я не знаю, с чего начать. Ребята, у меня еще в Живанше есть. Минутку. Видите, какая проблема у меня? Парфюм понапихан везде. Я не могу сообразить, что где. Короче, Живанше у меня вот такой. Ирисистабл. Пыталась найти его точное название. А у меня покупки в этот день заменились на эти две вещи, которых у меня никогда не было. Это у меня не у Депарфам. Это, по-моему, просто версия парфюм. Сейчас посмотрим. Его я брала тоже в Ребгош. Просто две есть и Резистабл. Или вообще три версии. Я не помню, какая у меня. Честно, вообще, блядь, забыла. Вспомню, прикреплю на скриншоте. Это, подождите, послушаем. Это груша. Вообще, такая сладость. У меня жопу свело. И глаза. О, кринж. Я его тоже брала после того, как рекламу увидела. Это груша. Очень сладкая. Кстати, не похоже на Ариану Гранде, которая Sweet Like Candy. Но есть что-то общее именно вот в этой сладости, от которой жопу сводит. Этот более такой тяжелый, а вот эта, она прям сладкая-сладкая. То есть, эта сладость на 100%, а здесь сладость на 70%. Он уже посерьезнее будет. Я бы вообще аромат этой, аромат Гранде, я бы сравнила с Hello Kitty. Но она у меня тоже со сладостью такой ассоциируется. А здесь груша. Я только грушу слышу и сладость. На мне раскрывается симпатично, но, видите, почти не пользуюсь. Потому что, не, я не знаю, почему она у меня здесь стоит. Я как-то вообще забыла. Тоже брала, кстати, на день рождения, только уже в этом году. И не знала, какую выбрать. Все три, блядь, одинаково звучали. Беру Tom Ford. Наконец-то топ-5, да, как я и сказала. Здесь у меня Tom Ford Toscan Leather. У, да, по-фам. Буду говорить у, потому что я не знаю, как это читается. По факту я думала, э, но я не знаю. Я уже вся запуталась. Что здесь? Это тосканская кожа. У меня был парфюм DP, который... Амбре кожа. Отвратительно. Может, оригинал по-другому как-то слышится, но мне не понравилось. DP, это бренд, который типа от Леванта делает. Ну, так называют в народе. Я не знаю. Ну, в принципе, как и Лорис, поэтому я не принесла. У меня от Лорис как раз вот Tom Ford Vichnia и в Сен-Лоран классический. Но я почти не пользуюсь, они стоят, я потом их раздаю. То есть, покупаю, блядь, и раздаю. Себе почти ничего не оставляю. Это тосканская кожа, где я с ней познакомилась. В аромабоксе от Рандаву. Мой самый первый аромабокс был с Томом Фордом. И, ребята, это вообще отвратительно. Ну, на контрасте со сладкими, которые я только что слушала, у меня нос в шоке. Ох, это просто жесть. Это кожаный салон в каком-то дорогом автомобиле. Не Феррари, но, возможно, Porsche 911. Давайте? 999. Охуй знает. Короче, это просто аромат кожи натуральной. Когда я его на себя надеваю, от меня звук... Звук идет, все, заговариваюсь. Когда я его надеваю, от меня пахнет, как будто я только что вышла из какой-то дорогой машины. Серьезно. А в остатке тут... Я помню, что в пирамиде есть малина. И в остатке я эту... Может, могу ошибаться. В остатке я, короче, эту малину чуть-чуть слышу, но все равно он звучит очень ярко. Однако, ребята, кто владеет Томом Фордом? Скажите, пожалуйста, потому что это мой первый и, по-моему, последний... Редко говорю слово последний. Однако я больше Том Форд не куплю. Вот этот конкретный аромат, он на мне держится подольше, чем императрица. Однако 2,5 часа его нет. Может, я не слышу, но его никто не слышит вокруг меня. То есть он уходит. Уходит вообще очень грустно и печально. Мама тоже жаловалась, что Том Форд на ней долго не задерживается. Я не знаю, это у нас так. Напишите, пожалуйста, ребята, если у вас так же. Это мой любимый парфюм. Я его взяла на рандеву. У меня здесь использовано совсем немножко, потому что я его берегу. Он стоил, блядь, 30 ксов. Извините меня. Ты такая вружка! Он был не дешевый. Я взяла версию 50 мл. И это был первый раз, когда я решила расплатиться долями. Я не знаю, что поставить на четвертое место. Наверное, все-таки вот эту, потому что она потяжелее. Это Initial Perfume Spreeves. Addictive Vibration. Может быть, я неправильно читаю. Потому что парфюмерные блогеры говорят, и нить его. Я могу ошибаться. Меня не слушайте. Говорю, я не эксперт. Я просто маленькая крыса, которая любит парфюмы. Значит, это Addictive Vibration. Я с Нишо... О, мой гад. Я с Нишо познакомилась тоже в коробках этих от рандеву в аромобоксах. Но у меня, по-моему, не было Addictive Vibration. Я почему взяла? Потому что название. Я как раз его с Томом Фордом вместе брала. Ребята, я, по-моему, ошиблась в цене Тома Форда, когда называла. На монтаже, скорее всего, вырезала. Addictive Vibration. Это уже селективка, кстати, пошла. Я не сказала. Мне мало селективки. Потому что это все-таки селективка, понимаете? Она на любителя. Но это мед, да? Я поначалу в нем мед не слышала. У меня мама вообще слышит, что это мужской парфюм. А нет, она на следующий говорит, что это мужской. Здесь виноград и мед, я слышу. Ну, вот такая вот я странная женщина. Он очень красиво раскрывается, как у меня тут в Северодвинске, так и в Манавгате. Шикарно звучит. Не душит, кстати, но вообще превосходный парфюм. И как отличить паль от оригинала? Даже если у вас здесь такая наклейка, как у оригинала. У меня оригинал 100%. Даже если у вас тут написано и нишу на этой штучке. Самое важное отличие, да, которое крайне редко подделывают. У меня не осталось ни одной коробки и нишу. Очень жаль. Но у меня в Телеграме был пост. В самой коробке, в которой стоит парфюм, там идет карточка. Хер с ней с карточкой. Вы смотрите в домик. Если вы вдруг берете с рук у кого-то, в домик смотрите. Но как пояснить? Крышка, которая идет сверху над парфюмом, у нее для вот этой вот крышечки домик специальный. В подделке? Нет, в подделке просто прямо идет. А у оригинала идет вырезка такая под эту крышечку. То есть не ровная поверхность, а вот такая. Надеюсь, вы меня поняли. Нет. Поэтому я уверена в том, что у меня оригинал. Потому что по всем параметрам, даже домик в крышке, ну это оригинальный парфюм. Он супер стойкий, кстати. Да. И нишу, и нитью. Как называете? Я не знаю. У меня только два парфюма, но они оба очень стойкие. У меня была подделка. Я специально покупала, чтобы пост в Телеграме сделать. И рассказывала вам там, как отличить. Бывают очень хорошие подделки, кстати. Хер отличишь. Но домик... О май гад. Но домик это... Блядь, обожаю этот парфюм. Домик спалит подделку на раз. Ребята, я не могу. Домик даст вам понять, что это подделка сразу. Ребята, я вот этот конкретный парфюм, который абсолютно афродизиак. Я его услышала в коробушке. Не топ-селективке, а как раз таки афродизиак. Я его когда услышала, я была в шоке. Я тут же побежала покупать 90 мл. Я покупила все 300. Ребята, зовите тракториста, пожалуйста. Это я, ну... Это я. Я не знаю, что еще сказать. Это мой аромат. Да, здесь ваниль. Прямо звонко достаточно звучит. Не скажу, что суперзвонко, но он сладкий. Однако, это вот один из тех парфюмов, на которые мне делали комплимент. Ребята, вот мама говорит, что он мужской очень, но я слышу его. Но он всем подойдет, мужчинам, женщинам. Я боюсь просто сесть на бутылку, понимаете? Прекрасный, превосходный, мать его, парфюм. Я надеюсь, что он еще остался. И я купила по какой-то невероятной скидке. Потому что моя скидка на рандеву суммируется со всеми акциями. И так вышло, что он мне обошелся не в 17 тысяч. Ребята, это стоит каждого рубля. Просто. Я очень довольна. Я его берегу. Мне мало уже осталось. Потому что, ну, я могу сравнить, что здесь почти целый парфюм. А здесь такой уже. Полупустой. Я не хочу. Мне он так нравится. Я не знаю, что буду делать, если он закончится. Но я не знаю, что теперь делать, когда закончился мой самый первый аромат, который на первом месте. Кстати, подождите, мы еще оттуда не дошли. Стрихнина. Надеюсь, правильно читаю. Стрихнина от Теренси. Теренси? Теренси? Не знаю. Мне подарил енот. Спасибо ему за это огромное. 100 миллилитров. Причем подарил. Я вообще не ожидала. Мы пришли в магаз. И он говорит, выбери парфюм. Какой тебе больше нравится? Ну, какой вот по аромату? Я слушала, слушала. Говорю, ну вот, стрихнина прикольная. Что-то отвернулась, он уже покупает. Это был мне подарок. Мне до сих пор очень приятно. Я его берегу. Здесь использована, может быть, половина, потому что давно куплен. Ребята, это Passion Fruit. Этот маракуйя. И очень такой мускус, я слышу. Может, я ошибаюсь? Но с ним нельзя вообще перебарщивать. Потому что один раз я перебрала, у меня началась мигрень. Но это один из вот этих трех парфюмов, на которые мне делали комплименты. И спрашивали, ой, а что это такое? Это стрихнина, блин. Он у меня уже такая поюзанная, потраченная. Берегу. Пользуюсь крайне редко. Очень нравится. Я бы даже купила второй. Настолько он мне понравился. Еще у него такая коробочка была красивая. У меня еще был один. Ребята, я что-то не принесла. Донна, что ли, маленькая. Где она? Я все забыла. Чуть про Живанши не забыла. Но Донна у меня тоже есть. Она у меня где-то спрятана. Потому что я прячу селективку. Сама от себя, чтобы не пользоваться. Тоже ей нот, кстати, дарил. Но вот эта получила очень много комплиментов. У кого, кстати, есть стрихнина, скажите, пожалуйста. Такой, блядь, тяжелый парфюм. С собой не потаскаешь. Но шикарный аромат. В нем вроде много нот. В отличие, например, от молекулы. Я не понимаю, кстати, эти ароматы. Там всего лишь одна нота. И в чем прикол. А теперь, ребята, первое место. Очень-очень больно. Говорить про это Армани Мания. Познакомилась я с ним не в 15-м или тоже году. Когда или в 14-м мама привезла из Дьюти Фри наборчик такой. И там было 6 парфюмов от Армани. И сказала, выбирай себе один. Ну, там маленькие были такие. Я посмотрела на вот это. Маленькая такая упаковочка 10-миллилитровая. Я подумала, ну, лаконично, минималистично, симпатично. Можно брать. Я взяла один себе. Си пошел там куда-то. Аква Ди, Джо, Ди, Ге, 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 Хер с ней. Пошла куда-то в другое место. Мания осталась у меня. И, ребята, я эту залупу берегу с 20-го года. Потому что я с 15-го. Каждый раз, когда уезжала куда-то в 16-м. В Китай ездила. Тоже где-то в Дьюти Фри там умудрилась себе купить. Но крайний раз я брала в 20-м. В Дьюти Фри. О, май гад. В Шереметьево. Я взяла два. Какая-то легкая крышка. Очень странно. Ну, на контрасте с Инишу. Хотя это люкс. Это же не селективка. Ребята. О, лорд. Просто. Если брать все свои парфюмы, я готова их всех продать. Даже Инишу. Даже Стрихнину. Я готова. Вот мне скажут. Марина, давай. Мы все заберем. Один Армани тебе дадим. У меня вот сколько здесь? 50 миллилитров. Мы тебе на 100 дадим. Я скажу, забирайте, отдайте мне мою Армани-манию, пожалуйста. Потому что это невероятно. Я, когда его впервые услышала, не знаю, как говорят, я говорю, слышала парфюм. Ну, в общем, ребята, я поразилась. Потому что надела его, такая хожу, что-то мне комплименты делают. Это что за парфюм? И как-то в такси села. Ну, это кринж, конечно. Мне таксист говорит, так приятно, когда приятно пахнущие люди садятся. Я закринжевала, но доехала до места назначения. Что зимой в мороз, что просто зимой, весной, летом, блядь, одним цветом, ребят. Это вечно мне раскрывается как-то невероятно. Тут пионы, в честь чего. У меня много пионов набито. Ну, частично, наверное, в честь этого парфюма, я не знаю. Пион, розовый перец и жасмина здесь, по-моему, нет. Потому что меньше всего я люблю аромат жасмина. Превосходный аромат, ребята мои, хорошие. И у меня здесь так мало потрачено с 20-го, потому что я, блядь, его берегу. Очень жалею, что взяла только 2. Я брала примерно за 6900. Могу вас обманывать, но не дороже 10 однозначно. Я взяла один себе, один маме. Жалею, что маме отдала. Я ей просто привезла. Говорю, на, держи. Она им не пользуется. А сейчас эта залупа стоит, не залупа, а шикарный и самый прекрасный аромат на планете, блядь. Он стоит в среднем 60 кэсов. И если брать на Авито, то 20. И я не уверена, что там Арик. Потому что я купила от Дипи, но тот, что делает бренд типа от Леванте, я от них купила Армани Манию и вообще, как говорится, рядом не стояла. Абсолютно другой аромат. Вот, Лалик. Фу, Лалик раскрылся булкой и ванилью. Армани Мания такого не делает. Я вам отвечаю. Я сейчас не буду брызгать, я его очень берегу. Все свои парфюмы, но за исключением этого он тут на стеллаже стоял. Но у меня тут вечно шторы закрыты, так что ничего страшного. Храню их всех в темном ящике, берегу их. И очень сильно люблю свою коллекцию. Особенно и нишу, и нишу это что-то невероятное. И вот это я пахну этим. Серьезно, это очень-очень такой многозвучный аромат. В нем достаточно много нот, если я правильно слышу, нюхаю. Не знаю, но это просто я во флаконе. То есть, если меня взять, растворить и поместить в парфюмы, это буду я. Даже Абсолют Афродизиак, наверное, не настолько я, насколько этот Армани Мани. Я не готова тратить на парфюм больше 20 ксов, амсори. Даже 20-то с трудом отдала, но, блядь, это тоже я. Но это такое дерзкое настроение, типа, ух, я такая дерзкая, немножко загадочная. Это вот у меня идет Афродизиак. А это, ребята, у меня просто слов нет. Хотела его беречь и не пользоваться, потому что, ну, сейчас его не купить. Его вообще-то сняли, это раритет, так сказать. У меня почти полный, я тоже могу за 50 ксов толкнуть кому-нибудь, но я не буду. Я думала не пользоваться им, но я поняла сейчас, что если я им пользоваться не буду, он стухнет, протухнет. И ноты какие-нибудь уйдут, я очень этого не хочу. Я даже не вижу срок годности и боюсь смотреть, поэтому не буду искать. Шикарный парфюм. Парфюм. Ребята, вот я его ни на что не променяю. Есть ли у вас такой парфюм какой-нибудь? Даже если это кирки, я вас пойму. У меня это Armani Mania. Если вы найдете где-то от Levante, можете послушать. Но это будет отдаленно. Вот эти шикарные пионы с этим розовым перцем и чуть-чуть белого цветка. И немножко, совсем немного я слышу там цитруса или что-то подобное. Но я могу ошибаться, потому что у меня странный нос, хотя я очень тонко все чувствую. Слышу, короче, ароматы очень хорошо. Ну, то есть, если человек мимо меня пройдет, я почую, чем он воняет. Например, в автобусе я чую, чем каждый персонаж автобуса воняет. Или в самолете тоже сразу чую, кто где сидит, где откуда что пахнет. Нос чувствительный, но как бы по нотам я не очень шарю. Я вам показала свою коллекцию. Она достаточно большая, потому что в свое время у меня был только Armani Mania. И императрица потом прибавилась. Только два парфюма. Я не люблю то, что сейчас у меня есть. Ну, нет. Как объяснить? Мне не нравится то, что у меня сейчас столько ароматов. Дона или как вот это куда-то делось? Я ее не нашла. Блядь, спрятала и найти не могу. Я очень довольна тем, что у меня столько парфюмов. Конечно, на разное настроение разный выбор. А, у меня еще есть какой-то ноу-нейм парфюм из Турции. Но я его тоже не принесла, потому что я не знаю, что это за фулла моды. И рекомендовать вам тоже его не могу. Рекомендации по парфюму это очень странно. Потому что, ну, все мы разные. Однако, я свою коллекцию люблю. Но вот этот топ-5 я точно никому не отдам. Ни стрихнину, ни нишу, и нить, и нитью. Особенно Armani Mania. Ребята, какой ваш любимый парфюм? Пишите, пожалуйста. Не стесняйтесь, я его, например, Босс тоже люблю. У Стеллари выходили неплохие ароматы. У меня, конечно, не самая бюджетная коллекция. Но Живанши, например, Resistable я брала за 3 700. У меня были какие-то баллы и еще скидки. Поэтому взяла его недорого. Но селективка, да, это, конечно, дорогое удовольствие. Но все равно пишите, какой аромат ваш любимый. Особенно мне будет интересно узнать, какие у вас ноты любимые. Я, например, обожаю розовый перец. Ну, это по коллекции моей видно, да? Розовый перец и пион, а жасмин я вообще не переношу. Мне не нравится жасмин. Особенно, когда он громкий и яркий. Например, как Шенель номер 5 в той же самой. Еще где-то был жасмин. Ну, короче, жасминовые ароматы нет мимо меня. Чуть-чуть жасмина еще перенесу. Хорошо. Как вот тут. Я очень надеюсь, что вам понравилось мое видео. Не надоело лицо и понравилось моя речь. Если так, вы всегда можете на меня подписаться. Поставить свой лайк и оставить свой очень-очень приятный комментарий. Также, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой Телеграм. Потому что там весело. Я там как-то, кстати, показывала свою коллекцию парфюмов. Вроде бы. А может и нет. Я не помню. Всех люблю. Всем пока. Чем пахнет Марина Сергеевна Лакшас? Говной. Не, ну у меня нет таких парфюмов. Ну, с исключением Тома Форда кожаного, да? Чтобы какой-то странный был аромат. У меня, оказывается, большинство сладких. Я не знала. Я никогда их просто все вместе не слушала. А тут на тебе. Оказывается, я любительница сладенького. Сладенького. Где мой Эль Саап? У меня вопрос. Girl of Now. И где моя Донна? Или как там назывался? Вопрос вообще открытый и стоит очень резко. Потому что Girl of Now я брала, когда с Китая приехала. Мне он очень нравился летом. Хотя он такой гурманский, тяжелый. Но на мне раскрывался очень даже красиво. Представляете? Как вам сишки от Lost Mary? Мне вроде нравится, но немножко странный. Но дизайн однако. Прям вдохновилась делать макияж. С маской от Vivienne Sabo сидела. У меня губюхи в отвратительном состоянии. И она попалась мне в этом, в ответ календаре. Ух, напарфюмилась. Ну, Лолик вообще, Лолик не похож, блядь. В остатках чем-то похож на Armani Mania. Ладно, так и быть. Лолик чуть-чуть похож. Хорошо. Лолик чуть-чуть. Лолик чуть-чуть. О!